да меня слышно нет да и город растила слышно вроде бы да у меня просто голос очень слабый потому что я давно кушал я просто очень давно не кушал поэтому я такой очень тихий голос и я очень плохо всех слышу этот жирный еврей меня практически раздавил он я просто собирался покушать а он у меня вырвал еду из рук я должен сказать что на самом деле свинья то есть человек тебе денег заплатил за стрель пришел к тебе а ты мало того что сидишь как сука последняя орешь над шутками про него так ты потом ему еще и зачитывай это самый большой залуп который я когда-либо видел никаких денег не было это все поклёп значит ну что же дорогие зрители дорогие зрители дорогие зрители у вас зрители у вас есть шанс отпиздить меня языком на как бы заходите на мой сервак в дискорде там есть такая кнопка называется зал ожидания вы не нажимаете и я вас сегодня же перекидываю вот сюда комнату марго и вы начинаете меня как бы критиковать до уничтожает мои там взгляда позиции вот и я конечно же буду в замешательстве не найду что ответить и вы можете также в замешательстве как он как он был замешательстве когда пытался подключить пункту марго кардинану каркин не пролез вот то есть я как бы вы сейчас будете меня сливать дорогие зрители так пользователь джейс монг до долгое время не слышно до слышно вопросы претензии предложения да у меня вопрос собственно к тебе маргинал и поскольку за чего есть и к его первым вопрос к тебе ты говорил что есть вещи с которыми ты очень даже согласен у максима марцинкевича он же тесак хотелось бы услышать с какими именно это мне вопрос да да с какими вещами я согласен значит у тесака ну смотри надо есть после шести ну значит ну да надо кушать часто и мам маленькими порциями да было значит он еще в тарелку насрал один раз нет тут такой момент есть что ну с чем я согласен я согласен с тем что для человека естественно значит относиться симпатии к людям которые генетически на него больше похоже то есть вот ты конечно же со своих родственников любишь больше чем посторонних людей и точно так же ты людей которые значит делят с тобой твой этнос да то есть люди которые в той же популяции находятся по генетическому признаку ты их будешь предпочитать всем остальным людям в среднем значит статистически это просто так это всегда так всегда так было и вроде бы особо не поменяется яркий пример почему так происходит но вот когда значит в район с хорошими институтами заселяется пустой дом заселяется плохой институт социальный то падает рента везде в округе значит просто вот снижается стоимость недвижимости так как то так получается рыночек решает не в пользу не в пользу всеобщего равенства как то так получается что христианство тоже не решает пользу всеобщего равенства потому что все церкви в сша по сути дела раз вы сегрегированы потому что значит черные ходят в церковь с другими черными белые ходят церкви с другими белыми и почти не пересекаются то есть при этом понятное дело сегрегация не просто как бы ее нет на законодательном уровне она запрещена но тем не менее люди люди стараются жить с теми кто на них больше похоже внешне как минимум и как правило это вот так уж так уж вышло совпадает с тем вот какие гены в какой популяции присутствуют значит то есть это в принципе с этим спорить очень тяжело я бы не хотел находиться вот на той стороне истории вот вот на стороне людей которым приходится спорить с простыми фактами потому что по сути дела люди которые отрицают значит генетическую природу человеческого выбора и генетическую значит генетический базис все что происходит в истории это некий аналог плоскоземельщиков таких креационистов то есть это антропологические креационисты то есть люди которые по сути дела ну может быть они конечно буквально в бога не верят может быть они не считают что земле 6 тысяч лет но все равно их выводы они по сути дела базисом имеют то что с их точки зрения по всей видимости всех создал бог одновременно одинаковыми по-другому объяснить значит убеждение современных американских республиканцев например невозможно то есть вот иначе объяснить убеждения социальных конструктивистов нельзя то есть почему с точки зрения отдельных людей как-то можно преодолеть генетические различия популяционное это это необъяснимо абсолютно это необъяснимо и понятное дело что никакой эмпирической базы у этого нет вот с тесаком я согласен причем согласен с древнейшим вот этим видосом где жирный тесак значит с каким-то еще другим скином несет какую-то хуйню про то что мы не фашисты мы расисты и так далее значит я не одобряю расизм я не одобряю расизм но он там говорит такую простую вещь типа вот но твоя мать тебе ближе чем тетя из соседнего подъезда рандомная и по такому же принципу значит но я не использую понятие раса довольно условно вот но люди с которыми ты делишь значит определенную значит долю генетического кода они тебе ближе просто по факту то есть это не какая-то нормативная какая-то этическая это истина потому что нормативных истин нет нормативных фактов нет это просто факт окружающего мира это это биологический факт ничего в общем-то с этим сделать нельзя такое мое мнение да я хочу сказать что я против расизма в том смысле что я против там какой-то отрицательной дискриминации по расовому признаку я против того чтобы были какие-то законы ограничивающие значит людей по генетическому признаку значит и так далее но я просто я просто ровно также против того чтобы были законы запрещающие запрещающие отказывать например в обслуживании людям по генетическому признаку вот то есть я считаю что если частный предприниматель не хочет пускать значит натереть на свою значит эту самую территорию не хочет обслуживать людей какой-то конкретной там значит этнической принадлежности то он должен быть вправе это сделать это простейший значит принцип свобода ассоциации то есть вот что на я за свободу ассоциации прежде всего окей его видимо все-таки побежал кушать поэтому я у тебя еще спрашивали вопрос а что по поводу вот этого знаменитого высказывания что педофилия это либерализм по отношению к самому себе это немного странное высказывание потому что она предполагает что у людей есть какая-то изначальная склонность педофилии потому что если педофила педофилам делает именно либерализм то есть то что он себе позволяет поддаться каким-то склонностям это как предполагает что эти склонности должны уже там быть вне зависимости от либерализма это что-то странное немного то есть это примерно как когда говорят когда вот христиане говорят что гомосексуализм это значит не ориентация а это какой-то грех то есть люди поддаются на вот эту вот всеобщую склонность гомосексуализм и так получаются геи это что-то немного странное я ну не то чтобы я с этим не согласен просто не понимаю как к такому выводу можно прийти и почему это вот у некоторых людей не вызывает смех слушай а в целом вот как как ты вообще относился к проекту окупай педофиля и понятно что за ним там стояла определенная ну гомофобия вот идеологии максим сам говорил что этим проектом он пропагандирует национал социализм как ты вообще вот понятно что это очень забавное шоу 21 века но самое забавное но какие у тебя еще есть ощущения по этому поводу ну в смысле ну нравят нравился мне этот проект смотреть было интересно вот что именно тебя интересует ну допустим я не знаю по поводу методов может у тебя есть какие-то вас к лица не за или против да не знаю ну лечение педофилии уринотерапии допустим ну так ну если серьезно делал это не в лечении педофилии в том чтобы ломать людям жизнь специально то есть ну да да там нет ничего странно окей спасибо большое за ответы хорошего стрима хорошо вечера микро челик микрофон есть да привет до вопроса претензии предложения на вопрос один есть вот ты недавно в гости приходил к василу и отвечал на вопросы из чата прозвучал вопрос про твое философски информированное язычество и вот еще отвечал что ты не агитируешь там людей никак не занимаешься пропагандой там своих убеждений религиозных вот лично мне думаю вообще многим другим зрителям просто интересно было бы послушать вот чем она обусловлена и вообще в чем состоит но это очень такая обширная тема понимаешь чем дело мне если честно не хочется ее обсуждать я не проповедую как бы свои религиозные взгляды никого никуда не пытаюсь обратить поэтому мне сейчас интересно рассказывать про нет желания даже вообще каких-нибудь деталях то может быть изложить но может быть когда нет но это тяжело очень сложно ну ладно тогда у меня больше вопросов нет удачного стрима хорошо ну давай так афрошизм микрофон есть пока один одиатис вопросы брать и предложения но веком сегодня с низкого вопросов вот прям от жмыха пришел ну во первых вопрос является ли запрет на оружие одной из форм сексизма потом каким образом ну посмотрите как у нас есть женщина которую например пиздит муж мы конечно не одобряем это ужасно но и вот как она может защититься от тирана если она его слабее физически разве ну кроме посла чем стрелить вот так нет вам никак не связано вообще одно из другого не следует никаким образом а дай другой вопрос чувак про стран набор слов какой-то ну так то вот как контрить скажем так как спорить с людьми которые антисемиты таким вот совсем поехавшим которые утверждают что там так называемые евреи там спонсируют леволиберальные сми чтобы раз никак не спорить чувак забей просто зачем общаться с ёбнутыми ну что ж больше у меня нет вопросов ну хорошо абсолютно алё алё вопросы меня слышно вложение да посоветуй анти анти и шей и блогеров если ты их знаешь анти анти и живи да те которые аргументируют против таких людей как например как этот канадский психолог называется джордан питерсон не но смотри есть разные люди которые анти анти с живы по разным причинам то есть в общем-то и живы а не анти анти с живы да да я я живы вот не анти анти с живы но я вот я говорю а есть разные анти анти с живы по разным причинам вот есть с живы да есть ультраправые которые против анти с живы потому что но них ценности другие там не индивидуализм а вот что другое и есть роли то есть вот в плане значит с живы контента на ю тубе но вот есть как философия у него разъёб питерсона очень жесткий есть с левых позиций очень длинные видео ч содержательные есть контрапоинт отличный канал тоже из живы значит и ну все что в голову пришло пока что я могу назвать еще два о которых вообще блядь ты никогда не упоминал ну попробуй он называется но тупо шо ну шоу 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 хуйня мне не нравится ну это раз еще шоу джон но сейчас просто шоу ага еще есть называется это мне тоже не нравится кста нет хуйня на фоне как философия просто просто блять карлики значит в плане ультраправых ну есть жан-франсуа гриппи то есть такой стример очень очень правых взглядов которые очень сильно критикуют там питерсона саргона и так далее ну и всякие ребята которые у него на его стримах появляются в принципе там можно просто по ссылкам как бы всю ультраправую движуку англоязычную посмотреть таким образом есть альтернити в хайпотесис есть хороший канал до дистрибьютист и так далее то есть этот мистер метакур он он имеет как вот это 3 года 3 категория это это уже тролли которые саргона и так далее потому что у них как бы своя форчановская этика но он имеет какое-то образование или это просто у него образование у него было за образование в области образования а ну как у тебя то есть он учился не формально нет но я понимаю что ты имеешь ввиду что еще ах я хотел я конечно понимаю что тебя поебать полностью но у меня вопрос вот о мигрантах это то что волновалась формата как раз таки у шона у него был аргумент в пользу того что государство выгодны эти мигранты которые въезжают страну и начинают просто переучиваться ну быстро вместо того чтобы этих как сказать domestic citizens блять как сказать обычных граждан вместо того чтобы кормить налоговых денег и образовывать это хороший аргумент или нет наш не знание исследовал эту тему это больше фактологический вопрос да вот у меня очень классический вопрос про сознание в общем у тебя ну ты наверно помнишь был стрим с нейробиологом да и он описывал эксперимент что грубо говоря ну-ка я не помню как именно там стоял вопрос но грубо говоря что первично что управляет нет все таки все что первично сознание или мозг ну и там вот это был эксперимента когда человеку нужно было определенное время поднять руку но за несколько секунд если он перед ну и за несколько секунд когда ему нужно было руку поднять да у него мозгу активировался зона которая отвечает за поднятие этой ебаной руки и когда но если он передумает за несколько миллисекунд рука не поднимется так вот и вердикт был этого эксперимента следующий что грубо говоря сознание первично но так как ты утверждаешь что сознание нет то что это было что отменила действие как противоречит в чем противоречие в чем вопрос я понять не могу из сознания нет но вот мозг взял отменил чем в чем проблема но похоже не библился без волшебного без да без неверифицируемого понятия взявшегося хуй пойми откуда невозможно объяснить почему человек руку подняла не опустил или что я пойму знание он руку не подымет типа вообще никак ну никакая же все никакая же зона не активировал за отмену поднятие руки правильно то есть руку душа подняла в раю я так понимаю правильно понимаю я хочу узнать уйти твое мнение что отменила если сознание нету что отменило это действие могу ничего не активировал за отмену на мой взгляд это говорит просто проблеме методологии они о том что сознание есть если мы приходим к выводу что какое-то действие не было обусловлено нервной системой то дело не в том что вывод правильный нам из этого надо следовать вывод неправильный изначально так такой вывод он не годится методологию менять надо значит значит активность неправильно как-то смотрели и так далее то есть по-другому надо смотреть ту активность вот собственно и все потому что ну типа да как бы охуенно ну да сознание из волшебства но взялось из рая пролетел то есть глупости нету нет ничего этого так я же не пришел с тем чтобы утверждать есть но или нет я к тому что если его при условии того что его нету что отменила поднятие руки ну мозг и отменил ну мозгу же должно что-то задействоваться правильно чтобы отменить ну задействовалось просто прибор от не зафиксировали надо по-другому значит проверять на понятно ну тогда у меня пока они же как проверяют то там по-разному то есть иногда они значит там в кровь какую-то взвесь значит вводят и смотрят куда она путешествует по этим сосудам иногда там еще какую-то поеботину делают но это все разные методы которые дают разные результаты о том что-то там что там подсвечивается в мозгу то есть понятное дело что типа какие-то исследования они все несовершенно тем не менее это не значит что нужно значит вводить вот этого как бы как-то по-русски называется по-английски guard of the gaps то есть когда мы что-то не можем объяснить в естественном отборе в эволюции значит бог сделал то же самое с сознанием вот мы что-то там не зафиксировали что там подсветиться должно было блять на томографии ну значит сознание ну так это же степень объяснения это просто мы на это самое волшебное сознание спихиваем все что у нас не получается объяснить это бесполезно и не несет никакой собственно ценности ничего не значит говно короче нет никого сознания это выдумка примерно такая же как и бог а если это не выдумка то давайте бог тогда возвращать потому что я не вижу причины тогда считать что его нет если есть сознание потому что если не работает аргумент что сознание не верифицируем и следовательно его нет следовательно не работает и ровно точно такой же аргумент относительно бог аргумент один это один тот же аргумент то есть что нельзя доказать что бог есть значит его нет то есть если про сознание аргумент не работает значит он не работает и про бога а значит что давайте доказывать что бога нет просто сидеть все и как бы вот тратить время проводить исследования всякие так далее про бога про блять феи эльфов лепреконов и так далее то есть на мой взгляд вполне очевидно что по принципу простоты сознания просто не проходит по принципу достаточного обоснования все хорошо спасибо я тебя услышал энтузиаст вопросы претензии предложения да здравствуйте анатолий здравствуйте такадзе у меня возник такой вопрос после дискуссии которая завел к своей преподаватель по-английскому там чисто завел дискуссию и в общем я отстаивал ту позицию языковом заимствовании да то что мы можем заимствовать слова в том случае если они какой-то новый смысловый оттенок приобретает ну то есть привносит ее язык она выступала в свою очередь в том что если эти самые слова дискредитируют слова же родного языка с тем же значением то тогда эти это заимствование будет заимствование будет плохом ключе вот собственно к чему мы пришли и у меня вопрос о вашей позиции поэтому в общем по вопросу заимствование языков и как вы относитесь к тому да да и вопрос ну то есть вопрос как вы относитесь политики французской французского государства к защите своего языка индивидуальности да и что мне делать как языковым носителю вот своего родного языка то есть придерживаться ли мне такой защиты идентичности языковой или же пользоваться всем тем что я вижу в интернете там хайп тренд делай как хочешь которые останутся значит это кому-то надо если если они нахуй не устраивались они пропадут то есть как было раньше было раньше ну например раньше люди говорили классно но примере слова креативный и творческий вот таком примере но имеет иногда смысл задуматься а вот хорошо синонима да во всех ли контекстах они взаимозаменимые то есть значение у них одинаковая да это то значение которое можно легко сформулировать чтобы словаре написать одинаково а во всех ли контекстах можно творческий заменить на креативный вот и найти очень долго можно рассуждать на просто вот я вкратце так подкинул метод вопрос который надо задавать для того чтобы понять насколько то или иное слово вообще надо насколько она очень вот дальше уже сами как нибудь говорить как хотите ну собственно все спасибо за ответ давай так вопросы претензии предложения так первый пост по значит космосу значит так называемое покорение космоса ну то есть пилотируемый полет людей туда есть мнение что это ну типа полное говно которое ну тратится огромное количество денег засоряется значит орбита космоса космическим мусором и ну атмосфера ракетное топливо портит оси как относите к этому мнению если что-то полезное но это тип что фактологический вопрос я кем не исследовал чего не могу сказать может так быть да запросто а значит я так понимаю ты сторонник отмены прожиточного минимум правильно понимаю что это подразумевает минимальный размер оплаты труда минимальный размер оплаты труда но типа еще я сторонник отмены я считаю но это имеет смысл да то есть аргументы в пользу того чтобы отменить минимальный размер оплату то есть аргументы с которыми имеет смысл там спорить и так далее вообще не принято считать что это вообще имеет хоть какой то смысл а я считаю что игнорировать это не надо а какие аргументы ну как вот если у нас есть какие-нибудь маргинализованные там слои или просто люди без навыков и еще всяких то им мы же им не позволяем работать за 5 долларов в час вот раз мы не позволяем работать за 5 долларов в час то есть ниже минимального размера ну так они не могут начать работать в принципе где они первое свое рабочее место нигде но в итоге они в пизде вот собственно все так как бы пусть начинают как вообще абсолютных грошей постепенно нарабатывают стаж и постепенно становятся ценными сотрудниками и зарабатывают еще вопрос значит про есть тейк марксистов о значит ликвидации безграмотности то что российской империи действительно было безграмотно то есть так ли это по тем именно временным отрезком по сравнению с другими развитыми странами и если ну как можно рассматривать вообще грамотность качественно ну слушай я ведь я этим исследованиями не занимался от ни ко мне вопрос это опять таки вопрос по фактам там надо именно смотреть исследование я же не могу это как бы сам высрать логикой просто из нет это надо читать на эту тему а еще не знаю про историю вообще в принципе не ко мне вопрос так вот а вот админа лекция про российскую империю хорошая и значит последний вопрос аристократическая республика в котором аристократии да вот как тисак высказывался еще что людям необходимо получать права да то есть аристократами являются люди которые закончили ну так называемым до условно аристократический университет в котором несколько лет отучились о ну предметом скажем так который можно условно назвать меридократическими да то есть как к этой идее относишься но это не аристократия тогда аристократия на потом что она должна бы это тогда что-то другое на образовательный ценз какой-то демократия с образовательным цензом вот не но это тоже в принципе почему нет все лучше чем тоже сейчас нужно ну тогда все спасибо большое тебе за стримах ну давай спасибо за участие так грустный микрофон есть тогда да приветствуем рост претензии предложения но смотри такой вопрос по поводу генетического детерминизма то есть ты вот серьезно считаешь что политические предпочтения определяют у меня слышно нормально ну ты прервался повтори окей повторюсь значит смотри вопрос насчет генетического детерминизма то есть получается что политические предпочтения вся остальная которую принц писать на сознание определяется гер ну смотри политические предпочтения это у отдельно взятого человека да а генетический детерминизм но по крайней мере которую я придерживаюсь он вообще про популяции то есть взять одного человека померить и посмотреть и предугадать что с ним будет в жизни так так не бывает ну просто смотри ты у светова говорил что у коммунистов да и собственно пришествующих коммунистам собственно говоря царской элиты были разные гены ну по крайней мере я так услышал возможно то есть но они генетически отличались ну да то есть одна популяция она как бы сама для себя значит отвоевывает пожрать значит место под солнцем всякое такое и для этого поводом может быть чего угодно коммунизм пиздизм блять как бы либерализм любая хуйня это все не имеет значение и строго говоря разница между этим даже нет это просто повод для того чтобы отогнать от кормушки другую популяцию людей это и было сделано когда власти пришли большевики потому что но ни для кого не секрет что в советском союзе краски в москве было жить хуевее чем там в казахстане каком-нибудь ебаном потому что я ничего не имею против казахстана но типа как бы это степь там в принципе изначально было довольно хуево жить но политика советского союза была такая что на окраинах должно да да должно быть заебись а как бы в столице и так далее где жили собственно этнические русские по большей части там как бы похуй поэтому ты например мог приехать то есть как бы из там казахстана какого-нибудь и ты привык что у тебя в доме и ну мог приехать от обстоятельства их жизненных конечно зависит тоже совок что к специфическое свободного передвижения стране не был но тем не менее приезжаешь из казахстана кого-нибудь в москву и ты в казахстане своем привык что у тебя я утюг например есть дома а в москве ты блять спроси у кого-нибудь типа где утюг купить и на тебя посмотрят как будто блять за чашу грааля нахуй внезапно спросил там еще что-нибудь в этом роде то есть и так во всем абсолютно то есть ну просто вот популяции всяких нацменов они отобрали у русских ресурсов вот в этом и бы и был большей визы в этом суши подожди как не было свободного перемещения по стране . какой период конкретно но ты понимаешь что это не имеет как бы отношения к моей позиции на окраине было жить пизде чем москве и питере хорошо тогда смотри вот то есть допустим вот буквально там году через два габлажа вдруг решит стать православным монархистом до изменится ли его в таком случае генетический состав каким-нибудь образом то есть да если политические предпочтения не зависит от гену блять ты совсем тупой что ли блять я тебе уже сказал поебать чтобы там было марксизм или нацизм или либерализм это просто повод для того чтобы одной популяции отобрать ресурсы и ну типа ну как бы чтобы она популяцию другой отобрала ресурсы все с генами это не связано получается популяции по твой а популяции это как бы что блять ну популяция группа людей ну да они генетически отличаются друг от друга я популяции имеют биологическом смысле ну то есть генетика на они детерминируют политические предпочтения из этого выходит тогда получается вот все весит пиздеж про императрицу цисинь блять и кто там еще был после нее разницу в генах и то что это как-то зависит от политических предпочтений получается мы как бы не хотим смысле детерминируя я первых не говорил что она детерминирует политические предпочтения это по-другому формулирую процессы эти все социальные вот они детерминированы просто как бы по процессами чисто генетическими значит на уровне популяционной генетики да а предпочтение кто там как себя назвал блять коммунист поебист блять это вообще ничего не значит даже приблизительно потому что он как бы повторюсь то же самое что у светов было сказано ленин это охуенный марксист который клал на маркса и писал какую-то свою хуйню после него еще был сталин это вообще пиздец как бы с точки зрения как марксистской идеологии охуительный в китае блять был мало у которого там ну как бы блять вообще даже приблизительно на марксизм не похоже северной кореи сейчас чучхе как бы это система да как называю учение учение чучхе до самодостаточность которая ну даже приблизительно не рядом там не не то что с марксизмом она блять даже особой как бы на ленинизм не похоже это просто какая-то националистическая жесткая хуйня то есть причем при причем здесь как бы большевизм их всех называют коммунистами и так далее но на деле на деле это все просто повод для того чтобы у одной популяции отобрать ресурсы в пользу другой все то есть неважно коммунизм там блять появизм нахуй нацизм блять либерализм это все ничего никакого значения не имеет короче я понял второй тогда вопрос смотри небольшая такая прям была собственно говоря в этом году я в лондоне то есть хотел спокойно там покататься сходи национальную галерею там да все хуена но случайно попал на прайд типа на что попал на прайд на лондон прайд причем там была такая крупная годовщина когда блять лицейские зарейдили какой-то гей-клуб 60-х типа как особенный праздник собственно говоря больше то что меня больше удивило это что абсолютно весь крупный бизнес то есть и даже мелкий бизнес то есть даже какой-нибудь там блять ларек как он тяра бы все было украшено вот этой вот говоря лгбт мерчем то есть все в радугах блять собственно из этого вот такой вопрос вытекает что заставляет абсолютно весь и мелкий крупный бизнес поддерживать это лгбт движуха то чисто прибыль или есть какая-то другая причина ну типа прикольно а чё нет но люди на празднике вывешивают тыквы какие-то ёбаные еще они язычниками от этого стали что ли нет нет ну смотри есть определенные люди которые с этим не согласны и больше уверен но просто абсолютно все абсолютно все было много дико причем тут согласно не согласно все делают и ты делай всякие автобусы с мазоном причем тут согласно или не согласно все делают и ты делай ну наверняка есть какое-то консервативное ядро которое совершенно не принимает все вот эти вот множественные гендеры ну во первых в великобритании все по про лгбт инициатива они из консервативной партии всегда исходили то есть сначала декриминализация гомосексуализма это это же из партии тори изначально потом значит это самая маргарит тэтчер была первым членом британского парламента которая проголосовала за декриминализацию гомосексуализма насколько я помню то есть как бы это вполне себе гомосексуализм это вполне консервативно другое дело как они к прайдом относятся то уж другой вопрос а в плане того что кто-то вывешивает радужные флаги ну еще раз говорю все делают и ты делаешь все вывесили я вывесил люди они не очень умные сами по себе и как-то ну никто мыслями не приокупирован особенно если ты хозяин какой-нибудь лавки тебе главное продавать ту хуйню которую ты про сладкую вату блять как бы тебя насрать абсолютно все вывесили радужную по его какую-то хуйню ну и ты вывесил чё-чё нет-то ну блять радуга красиво в небе когда радуга все радуются например я не знаю ни разу не видел что вот в небе появилась радуга или две сразу как бы люди этим недовольны были по моему по моему всем всем охуенно когда вот в небе появляется радуга то есть ну и типа большинства людей в этом плане как бы ну мозг как у ребенка по сути дела поэтому ну типа радуга в небе радуга хорошо весело типа можно повесить как на одежду себе брошку в виде радуги тоже всем будет весело для тому же гей и по-английски значит веселый то есть но он типа как бы вот как бы тем более слова все хорошие красивые во первых гей во вторых проект то есть как как может быть против веселья и гордости то есть в чем вообще нормально просто у меня небольшой культурный шок случился в этом плане блять я немного хуел после от такого никогда не видел чтобы так цивилизации такая такая западная штука особенно собственно ну тогда третий вопрос еще смотри вот я массе мира есть канал пара минут а сейчас конкретно просто пизде идет возможно стоит как-то подержать потому что контентом действительно годный выходит в последнее время выходил то есть в плане это даже не научил по суть потому что приходит дипломированные специалисты вкратце объясняют собственно говорят о чем они занимаются но хорошо ну да замечательно тогда вопрос щерпан и пасим давай тогда пока гейлерт cringe валит микрофон есть так колония слышно есть вопросы претензии предложения да привет маржиналь давненько хотел тебя нас не попасть слушай я так понял я тебя слушал ты хорошо знаком с творчеством лакрофта правильно но более-менее в общем дело я тут недавно его на чуть-чуть несколько месяцев назад и причем начал читать разнобой сначала хребты безумия затем вот меня на самом булические поиски неведомого когда-то потянуло у меня я несколько ознакомился с творчеством лакрофта позже я когда осознав что прочитал у меня культурный шок был вот такой вот до толкиновской фэнтези я все к чему я творчеством лакрофта знаком не особо то есть я основные его рассказы прочитал но я вот неравно прочитал цвет свет из иных миров на мой взгляд это вообще лучше что написал лакрофта за всю свою карьеру а потом я прочитал мифы ктулху то есть ножов ктулху вся вселенная названа мифы ктулху и я думаю что ну раз он такой популярен то у меня сейчас просто ужасом пахнет после света из иных миров это вообще не впечатляет ктулху не страшные абсолютно даже не знаю крысы крысы в стенах там кошмар рэд хуки ужас данвичей там мурак над и смутом это все в разы просто пиже чем мишу чем зов ктулху у меня такой вопрос ты что от машина посоветовать угодно именно у лакрофта ну слушай ты основное по моему уже того прочитал в плане мифов ктулху я согласен рассверспиаренная очень тема просто но ктулху это мем поэтому вокруг этого мема сформировалась популярность уже мифов ктулху они интересны сомнамбулический поиск неведомого кадата с другой стороны очень нетипичное произведение лавкрафта там хэпи-энд в конце то есть это такая специфическая штучка достаточно вот но да она оригинальная там есть несколько оригинальных решений вот довольно специфических и вообще стоит понимать что это на самом деле волшебник страны воз вот самое самое специфическое решение сомнамбулических поисков это как бы начать вот по повествование примерно где-то середины чтобы те нихуя ничего не объяснили просто вот рэндольф картер ищет кадат дальше как бы учитай сам что где как почему и лафр тень объяснит а да кстати ты как-то сказал что не орла татэп это аватар а зато то это где вот можно такое прочитать я что-то этого не заметил а я не знаю это у лавкрафта или уже там у дерлита да то есть вот его знакомые которые продолжали про ктулху значит высирать книжки когда он умер то есть сразу же после но они правда издательство насколько я помню основали которые собственно издала все его работы так что это в какой-то мере тоже канон из-за этого вот но да и уверен но по моему по моему там где-то есть разве сам так не говорит там блять где нет но в кадате он именно чтоб он ползучий хаос посланник древних богов там султана демона азотота но этот султана демонов азотота то есть я просто сказал нет немножко слух резонула то говорим но говоришь издавал эти книжки фамилия и помню не там не фамилия но издательство это организация все просто это только дерлит рассказал дерлит это один из авторов до который я могу поздравить да я могу поздравить дерлита я прочитал несколько маленьких рассказов которые он дописал за лавках то это полное говно я просто большего говна не читал ладно да есть такое да да до меня кажется только что дошло почему вот мифы ктулху названы честь ктулху ктулху это такой антропоморфный человек у которого там крышки дракона маленькие и при этом щупал то есть из этого можно игрушку сделать а вот если сделать игрушку из азотота то да 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 ну я думаю что можно можно написать мифы куколху тоже было бы интересно а еще у меня такой вопрос то есть да я я так понимаю что ты уже полностью завязал с таким форматом когда ты приглашаешь но людей скажем так низкой популярности на которых было бы интересно послушать ну да потому что я деньги хочу а в этом нет денег на печально печально да и теперь вот у меня последний вопрос но я постараюсь пожалуйста хорошо подумать ответить смотри я сейчас просто хочу написать небольшую работу про спички языки дело в том что я недавно узнал что у некоторых племен индонезиям у них настолько специфические языки что у них появились слова для описания именно запахов то есть когда мы говорим там не знаю пахнет там озоном или пахнет жареной курицей то есть мы используем в апелляцию к чему то есть пахнет чем жареная курица а у них именно слова для описания запах ну да ну то есть как цвет только запах да вот именно то есть это крайне специфическое это очень большая особенность этих языков я бывает такое да да ты можешь мне посоветовать языки которые которых тоже если вот такая вот специфическая вот такая изюминка чтобы я их и я и про них что-то написал то есть желательно название найди короче на ютубе лекция кронгауз гипотеза лингвистической относительности лекция кронгауза про лингвистическую относительность она по моему хорошая если я ничего не путаю но я думаю если это вбить даже если я что-то не так назвал то найдешь лекции вот там по там должно должно быть нормально так с примерами в принципе насколько я помню кронгауз лингвистическая относительность хорошо спасибо а да еще последний вопрос уже здесь на пойду смотри вернемся к ни разу не избитые ставший никого теме про прогресс смотри вот прогресс то у нас мы идем от худшего к лучшему правильно тебя понимаю но но от прогресс от худшего к лучшему да я просто eher какую пример в голову пришел то есть вот у нас когда при падении запада при падении римской империи когда западная империя просто перестала что в год уничтожили вас точно она там переоформилась гнагреческий манер вот западная римская империя мы посмотрим на тёмные века которые шли за ней то есть Что у нас было раньше? У нас было раньше гинганское централизованное государство с регулярной армией, которое строило акведуки, дороги и так далее. А во времена темных веков, у которых при этом с чеканкой денег проблем не было, а теперь мы дальше посмотрим на темные века, когда люди просто, скажем так, инженерное дело оказалось в глубоком забытии. И уже довольно, уже реально до позднего средневековья ничего похожего на римский акведук было построить просто невозможно. Даже люди себе просто не мыслили, насколько бы должно быть дорого, насколько можем образовывать человек для этого. То есть абсолютно нет, да, то есть абсолютно утратились всякие познания в архитектуре, в строительстве, инженерии и так далее. То есть мы полностью потеряли централизованное государство. То есть о римских легионах, как о боевой единице, то есть средневековые люди просто даже подумать не могли. Это был монсус какой-то. То есть валюта, она практически исчезла. То есть одна из основных целей качественных походов это просто пойти и взять серебра. Нечем было торговать с Ближним Востоком. Настолько... Как называется производство монет? Я уже забыл. Чеканка. Да, настолько чеканка монет, она просто деградировала и упала. То есть вот смотри, если раньше мы видим централизованное государство, которое там обеспечивало, защищало свою граждану, то теперь мы переходим к средневековью, которая, ну, так скажем так, признаки деградации, они в принципе налицо. То есть что-то было, что-то централизованное, организованное, что-то защищало и там давало воду защиту и так далее, это все рушится. И люди это уже просто обратно не могут построить. Это вот разве не регресс? Ну, от критериев зависит. Вот в средние века люди, наверное, считали, что это не регресс, потому что они спаслись. То есть они спасли бессмертные души свои. А спасли от чего? Ну как, от первородного греха, значит, от всякого такого. Ну, типа, если ребенок, если не крещеный умер, он ватт попадает, блядь. Подожди, но ведь поздняя римская империя, она же влах христианская. То есть о каком спасении души там от греха идет речь? Я немного не догоняю. Ну, вот, блядь, это уже другой вопрос, нахуй. Окей. Ладно, спасибо, значит, за ответ на вопросы. Спасибо, кстати, за стрим. Великолепный стрим. Ладно, давай, удачи, всех благ. Давай, пока. Привет, у меня, я с телефона был, а там, ну, мне люди в чате подсказали, что на телефоне баг какой-то и кикается само по себе, да. Так. Так вот, насчет критерия Пупера. Ну, я понимаю, что слишком много раз, но попытка... Так вот, я его слегка не понимаю. Почему? Что такое критерий фальсифицируемости? Это когда в теории, то есть теория фальсифицируема, когда в теории есть утверждение, из которого следует ложность этой теории, да? Не теория, а гипотеза. Гипотеза фальсифицируема, когда, значит, она имеет следующую форму. И если результат некоего эксперимента такой, то эта теория ложная. То есть дедуктивно следует ложность. Такое утверждение, из которого дедуктивно следует ложность... Такое утверждение, в котором из некоего результата декого эксперимента дедуктивно следует ложность данной гипотезы. Дело в том, что любая гипотеза ложная может быть ложной, потому что любую пресуппозицию любой гипотезы можно назвать ложной. Вернее, она может быть ложной. Например, гипотеза утверждения о том, что через игольное ушко проходит там тысячу ангелов. И это утверждение может быть ложным, если пресуппозиция этого утверждения, а именно, что у иголки есть ушко, будет ложной. То есть у иголки не будет ушко, вернее, у иголки может и не быть ушко, следовательно... Но из этого не следует ничего про ангелов. То есть это иррелевантно совершенно. Почему? Следует, что ангелы не могут проходить через игольное ушко, потому что ее нет. Не-не, но это некорректно поставленный вопрос. То есть мы не можем тогда спросить, могут ли они пройти через ушко, если ушко нет. Этот вопрос просто неправильный. Нет, просто утверждение такое, что подразумевает истинность того, что есть иголки, есть ушко, и оно может быть... Ну да, там ложная пресуппозиция, поэтому оно бессмысленно. Вот, из-за ложной пресуппозиции... То есть из этой пресуппозиции следует, что... Из ложности этой пресуппозиции следует, что... Гипотеза ложна. И так совсем гипотеза. Нет, не следует, что она ложна. Следует, что она бессмысленная. Это примерно как утверждение, что король Франции лысый. А я считаю, это ложным. Ну, потому что пресуппозиция ложная. О-ху! Ну как? Не, ну это, понимаешь, это уже... Я понимаю, это спор, ладно. Это уже на твоей совести, как бы. То есть, ну, я не знаю, по-моему, большинство людей тебе скажет, что если мы говорим о чем-то, чего нет, то есть нынешний король Франции лысый или нет. То есть, ну так там ни истинным, ни ложным это быть не может. Короля Франции нет. Все. Нет, плевать, что говорят большинство людей. Главное, что там пресуппозиция ложная, а из ложной пресуппозиции следует ложный... Потому что пресуппозиция... Смотри, я доказываю, пресуппозиция — это общая посылка. То есть, по отношению к данному утверждению. Если из общей посылки, если она ложная, то не может следовать истина. Это нарушается принципом аппликации. То есть, что когда... Во-первых, пресуппозиция — это не то, из чего следует. Пресуппозиция следует. Пресуппозиция — это консеквент логический. Нет, пресуппозиция является необходимым свойством для... Не-не-не-не-не, необходимое свойство — это и есть консеквент логический. Это то, что находится справа от стрелочки. Ну, я не знаю. На пальцах совсем объяснять. Пресуппозиция, она... Ты путаешь причин, причин следственной связи опять, и логику. Логика не может в причинно-следственной связи. Как бы пресуппозиция... Единственное, что она делает, она... Логически, 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 пресуппозиция не является причиной, она является следствием. Логически. То есть, консеквентом она является. То есть, вот у нас есть X, следовательно, B. Из них, как бы, пресуппозиция ей, в принципе, может быть, только B. X, блядь, она... Да-да-да, точно. Но при этом, ну, например, всё равно утверждение, любая пресуппозиция является необходимым для того, чтобы утверждение, в котором находится пресуппозиция, было истинным или ложным в зависимости от пресуппозиции. Понятно. Пресуппозиция, да, она необходимым свойством, да, по-нормальному это называется, она является... Она следует, как бы, логически. Вот. То есть, любая пресуппозиция... Да. Да. Почему? Стоп, стоп, стоп. Почему, если она следует из этого тезиса, не может быть наоборот? Потому что тогда бы это было два одинаковых утверждения. Да, были бы иконы. Но, блядь, всё равно, типа, это не так, потому что, например... Потому что, если я тебя, как бы, спрошу, знает ли твоя мама, что ты гей? Знает ли твоя мама, что ты гей? Это вопрос, это не утверждение. Да, но любой ответ на этот вопрос... Да, но любой ответ на этот вопрос будет подразумевать, из него будет логически следовать, то, что ты гей, а не наоборот, из того, что ты гей, не следует знать ли об этом твоя мама. Понимаешь? Не в зависимости от истинно-ценности утверждения, твоя мама знает, что ты гей. Как только. Я, ну, честно, я не понял. Как только. Во-первых, это вопрос. Ты путаешь, опять ты путаешь причинно-следственные связи и импликацию, материальную импликацию. Ага, ну да, возможно, кстати. Пресуппозиция, она следует логически. В смысле, в чем разница? Причинно-следственная связь, это типа, блядь, на улице шел дождь, поэтому у меня как бы намок зонит. Так это и есть импликация просто обратная. Не этот не импликация. Это обратная импликация. Это обратная импликация. Потому что причинно-следственная связь, она вообще не про форму, она про окружающий мир, а импликация про форму. И вот что такое импликация? Это когда есть утверждение А и утверждение Б, при том, что А или Б имеют отношение вхождение, или типа А является необходимым свойством Б, то есть А должна быть больше, чем Б. Импликация – это такой оператор, условия истинности которого таковы, что антицидент должен быть либо ложным, либо он истинный. Да, но ты это через множество начал выражать, давайте про логику. Это легче. Нет, не надо про легче, потому что на уровне множеств у нас нет разницы между предикатами, операторами, утверждениями и так далее. Они все являются множеством, чуваки. Не будем из одной дисциплины в другую перепрыгивать постоянно. Я не вижу, а в чем проблема, если мы будем говорить об импликации как о множестве. Потому что, повторюсь, блядь, предикаты, операторы, утверждения, это все множество. Это все множество. Они все множество. Ну вот и все. Да, поэтому мы можем о них говорить. Ну, мы деконструировали логику, как бы мы теперь особо не пользуемся, получается. Мы перешли на другой уровень анализа. Давай про логику. Нет, почему это не логика, я не понимаю. Нет, давай про логику, про пресуппозиции. Вот пресуппозиция, как бы, пресуппозиция, она логически следует. Она является консеквентом логическим всегда. То есть пресуппозиция, она следует из некоего утверждения или к совокупности, неважно. Вот. Пресуппозиция следует из некоего утверждения. Следование, это, блядь, консеквент, следствие. В логике. В логике пресуппозиция – это разновидность антицидента в импликативном утверждении. Окей, следует. И это значит все равно, что эта пресуппозиция является необходимым для, например, для примера, данной пресуппозиции есть примера с ангелами, и является необходимым для того, чтобы утверждение о том, что ангелы проходили через вековки, было бы истинным. Ну да, но ты-то ссылался на ложные... А какой у тебя аргумент изначально был? О том, что... Бля, мне про Попера сейчас или... Я не знаю, чувак, какой у тебя аргумент изначально был, про что мы спорим? О том, что критерий Попера, он бессмысленный, просто потому, что любое утверждение можно фальсифицировать, потому что у любого утверждения есть необходимые свойства, которые могут быть истинные или ложные. Ну да, но оно опирается на предположение о том, что пресуппозициональная ошибка делает утверждение ложным, а это совершенно никак не доказуемо, и это можно... То есть, если я говорю, что все, что является иголкой, не имеет ушка, и потом я говорю, ангелы проходят через ушко, это просто ложные утверждения. Одно из них ложные? Нет, утверждение о том, что все, что является иголкой, не имеет ушка, ложно, потому что бывают иголки с ушками. Нет, я постулирую, что она истинная. Я очень за тебя рад, но критерий Попера, он не про то, что можно постулировать, что что-то истинное. Нет, дело в том, что когда используем понятия, мы постулируем их истинность и ложность. Потому что они имеют аксиматическую природу. По-другому. Когда мы используем понятие... В смысле, подожди, что ты имеешь в виду, когда мы используем понятие? Определение понятия мы опостулируем. То есть, то, что диван является мебелью, мы бы это постулировали. Нет, мы это не постулировали. Диван, просто по факту того, что мы используем слово диван, мы признаем то, что он мебель. в противном случае мы не пользуемся просто словом диван что значит по факту слово по факту использования слова диван я могу использовать что диван это собака это животное я могу поменять определение это уже правда не поппер это уже правда не поппер не то чтобы с этим согласился даже что он к другой школе вообще относился касательно этих вопросов Генштейна не любил, но ты не можешь использовать слово диван вместо слова собака просто по факту нет, я не про то что я не могу так использовать по закону тождества я не могу но ты понимаешь, что мы сами закон тождества тут ни при чем нет, ты путаешь постулат подразумевает значит некое утверждение которое, но оно не про язык оно не металлингвистическое возможно слово нужно поменять на аксиома вместо постулата говорить аксиома но аксиома это про формальные языки вообще хорошо давай я придумаю слово которое будет означать нечто за че?